Не удивляйтесь, я работаю и преподавателем вуза, и ведущим редактором библиотечной серии издательства «Прохиссия», которая выпускает профессиональную литературу. Я думаю, что это издательство вам знакомо. Я сейчас совершенно не собираюсь с вами говорить о той литературе, которую выпускает издательство. Я хочу поговорить о том, что мы читаем вообще. Так что такое? И учебники, да, о том, как готовить и какие учебники нам нужны сегодня, как для подготовки специалиста, так и для системы повышения квалификации. Несколько слов о рынке профессиональной литературы вообще. Если в конце 90-х годов мы говорили о том, что библиотека у нас сегодня как сапожник без сапог, да, профессиональная литература, выдавая книжки другим, своей профессиональной литературы имеет или не имеет, или имеет очень мало, то сегодня можно говорить о том, что для публичных библиотек, да, для библиотек, даже, в общем-то, где-то детских, эта проблема решается. На рынок вышли коммерческие издательства, для которых выгодно издавать литературу для публичных библиотек, которых огромное количество. А вузовская библиотека как была, так, собственно, и осталась без своей специальной литературы. Я говорю о той литературе, да, которая могла бы позволить именно библиотекарю, библиотеке вузов на своем рабочем месте получить те знания и навыки, которые ему нужны вот здесь и сейчас. При этом, когда я говорю об издании профессиональной литературы, я понимаю, что сегодня речь идет в основном о коммерческих издательствах, таких как «Профессия», «Гарфаэр», они все вам известны, «Либерей», «Бибинфор», те издательства, которые сегодня пытаются что-то сделать на этом рынке, но они идут при выборе той литературы, которую они издают, они идут очень часто на плоду у тех предложений, которые, да, имеют в своем портфеле. То есть они идут от автора. И этот путь достаточно издания литературы достаточно простой. Мы проводили опрос в библиотекаре публичном. Библиотек спрашивали, каким образом они выбирают книгу для самообразования и для повышения квалификации. И там были разные ответы по названию, по издательству, по автору и так далее. 80% библиотекарей нам ответило, что при выборе книги они ориентируются на автора. И уже потом только, да, на тематику. И поэтому издательство это принимает хорошо. Выбирает книжки, да, принимает издание книжки известных авторов, тех, кого точно путают, да, а не тех, на самом деле, не те книжки, которые сегодня нужны библиотекарю во многом для того, чтобы работать на своем рабочем месте. Я думаю, что книжки профессиональные, круг профессиональной литературы вам достаточно хорошо известен. Вот я здесь положила цитологию, можно потом будет взять то и посмотреть то, что будет выходить в ближайшее время. А сейчас просто хочу несколько из вас сказать о том, как нам издавать литературу учебную. Если мы будем говорить об обеспеченности учебной литературы и вуза, и системы повышения квалификаций, то, да, состояние достаточно плачевное. И под чем это связано? Связано это с тем, что очень узкое профессиональное сообщество. При этом в этом профессиональном сообществе люди с разными информационными потребностями. Мне нужно учить студентов, вам нужно там, да, на каждом своем рабочем месте получить какие-то конкретные знания. И, соответственно, эта литература, кроме того, что она должна быть, да, разнотемной, она должна быть еще и разножанровой. И сегодня мы на рынке профессиональной литературы видим, что издатель старается выпустить учебник и одновременно практическая пособия. Да, для того, чтобы и студента научить, и какие-то практические сведения предоставить библиотекарю практику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!